Иман на месте не стоит. Он, как термометр, может повышаться и понижаться. Почему так? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании. У нас здесь пасмурная погода. Что на самом деле хорошо? Иначе невозможно было бы здесь работать из-за высокой температуры. Цель этого видео – это исправить неправильное понимание или недоразумение, которые имеют, к сожалению, множество мусульман. И это по причине ошибок в переводе или ошибок в толковании, которые принадлежат Абдуле ибн Юсуфу и другим людям. То есть это те люди, которые говорили об этом. Недоразумением является утверждать, что исторически, и это странно, конечно, что Зуль-Карнейн – это человек, который построил Великую Китайскую Стену. Это одно недоразумение. Зуль-Карнейн упомянут в Коране, в Суре Пещера. И, конечно же, это утверждение полностью ошибочно, потому что Зуль-Карнейн – это исторически упомянутая фигура в Коране. И по всей вероятности он не был Александром Великим. И даже если бы он им был, и я не намекаю на то, что он им был, Александр Великий не строил Великую Китайскую Стену. Это такие вещи, в которые мусульмане верят без всяких исторических основ. Другое заблуждение, и оно на самом деле более серьезное, это мнение, что яадюдж и маадюдж, которые упомянуты в Коране, что ими на самом деле являются китайцы. И что великая китайская стена, это стена, которая воздвигнута дзулькарнейном, чтобы не дать выйти наружу яадюдж и маадюдж. Утверждение, что китайцы являются яадюдж и маадюдж, и что эта стена построена дзулькарнейном, чтобы сдержать их, это на самом деле очередной полный абсурд. Я имею в виду, с чего начинается это неправильное понимание. В первую очередь, яадюдж и маадюдж — это раса, которую мы не можем метафизически объяснить. В том смысле, что мы не можем это понять. Мы не можем охватить их знаниями. Это не люди, которые ходят вокруг нас и которых мы знаем. Их реальность в том, что они из илмуль-раиб, из того, что скрыто. Они не живут здесь, среди нас, что мы можем их потрогать. Они прямо сейчас находятся в скрытом мире. И мы не знаем, где они. Когда придет время, они выйдут. И Коран четко объясняет это. Но они не живут среди людей, которых мы можем почувствовать и потрогать. И даже если они существуют и живут в этом мире, они живут за гранью нашей реальности. И мы не можем с ними взаимодействовать. Второе. Мнение, что китайцы являются яадюдж и маадюдж, и что дзулькарнейн построил эту стену, чтобы сдержать их, это абсурд. Нация китайцев путешествует везде. И эта стена для них не помеха. На самом деле, вот мы здесь, туристы и китайцы проходят через стену, покидают свою страну. Так что даже если допустить просто с логической точки зрения, мнение, что яадюдж и маадюдж – это монголы, китайцы, и что эта стена, эта стена, упомянутая в суре пещера, это абсолютно не имеет никакой основы. Мы верим в яадюдж и маадюдж. Мы верим в дзулькарнейна. Мы верим в стену, потому что это упомянуто в Коране. Однако все это не в осязаемом мире, с которым мы связаны. Это другая реальность, которая находится за гранью нашего понимания. Это один из признаков судного дня. Говоря в общем, это признак судного дня. Они не подчинены законам физики. Это вещи, которые за гранью понимания нашего мира. То есть я просто хотел исправить это. И это хорошая возможность, будучи здесь, на Великой Китайской стене. Мы здесь с группой братьев, альхамдулилля, хорошо проводим время, встречаемся с мусульманами этой страны, видим, как ислам процветает здесь, видим наследие людей. Иншаллаху Та'аля, до следующих моих видео. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.